гамарджоба друзья сегодня абсолютно новая sonata 8 поколения на тесте кто успел приобрести данный автомобиль вы большие молодцы я думаю что вы сделали взвешенный и самое главное правильный выбор стоимость на данный автомобиль начинается с отметки 1 миллион пятьсот сорок девять тысяч рублей за исполнение classic затем идет комплектация комфорт стоимость 1 миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч рублей исполнение style 1 миллион семьсот сорок девять тысяч рублей затем elegance 1 миллион восемьсот сорок девять тысяч рублей бизнес 1 миллион девятьсот сорок девять тысяч рублей и в данном случае это топовое исполнение престиж стоимость 2 миллиона девяносто девять тысяч рублей плюс доплата за цвет составляет 15 тысяч рублей и соответственно за панорамную крышу 50 тысяч рублей и того данная соната в максимальной комплектации обходится в 2 миллиона сто шестьдесят четыре тысячи рублей много это или мало это решать исключительно вам на этот автомобиль предлагаются различные пакеты пакет оснащения smart sense он включает себя система автоматического торможения перед препятствием система управления дальним светом интеллектуальный груз-контроль с ассистентом движения в пробке система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом полностью цифровая приборная панель с экраном 12 3 дюйма система удержания автомобиля в центре полосы движения система слежения за состоянием водителя и система безопасного выхода электропривод детского замка имеется все это было для двухлитрового силового агрегата и в данном случае двигатель 2 и 5 smart sense включает себя систему автоматического торможения перед препятствием система управления дальним светом в принципе все то же самое что и предлагает двухлитровый силовой агрегат внимание двухлитровый силовой агрегат именно авто автомобиль с этим силовым агрегатом может вам внушать мысль о том что задиров не будет я очень долго ждал этот автомобиль и в начале марта 2019 года hyundai представила восьмое поколение седана sonata кстати общий стиль автомобиля выдержан в духе концепт-кара ли фил рог за счет более полого заднего стекла и короткой крыши багажника новинка напоминает лифтбэк мне даже чем-то напоминает audi a5 и audi a7 на самом деле это всего лишь иллюзия sonata осталось седаном старым добрым седаном совершенно новая платформа sonata и восьмого поколения dn8 меж тем остается неизменной и подвеска здесь спереди macpherson а сзади многорычажка в компании отмечают что у седана усилены подрамники установлены более жесткие рычаги что должно снизить крены друзья я заканчиваю свое повествование по стоимости этого автомобиля а также по соответственно комплектациям сейчас сломая сладкая рассмотрим его внутри и снаружи это старый добрый обзор выражаю благодарность автослону транспортных сервис hyundai набережные чулны за предоставление данного автомобиля на тест-драйв и на полноценную съемку вся подробная информация в ссылке в описании к видео друзья не пугайтесь я решил в этом видео полностью показать себя и сейчас я в кадре да я развернул на себя специально экран камеры чтобы видеть себя или зреть и чтобы как-то не сбиваться вправо-влево не уходить потому что нет оператора нет того чувачка который настраивает что-то со звуком звука кинооператора я один и хендэ фаната на самом деле этот автомобиль для многих долгожданный он валит на лопатки как по мне по дизайну и камрюху делывает и посадки супер это основные конкуренты сейчас которые остались на российском рынке которые хоть что-то сейчас предлагают на самом деле и смотрите чем будет брать вот этот автомобиль он будет брать исключительно стоимостью автоторг калининград сборка потому что и соответственно дизайн как внутри так и снаружи ну как он едет я вообще не ожидал едет интереснее камрюхи однозначно и даже деликатнее отрабатывает все нежели чем супер вот такие дела в общем обо всем по порядку друзья не забывайте подписываться на канал я в свою очередь постараюсь своей стороны подбирать очень удобные интересные локации для съемок и также постараюсь представлять на тест-драйве и соответственно еще очень много интересных познавательных и довольно такие чумовых видосов все 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 друзья больше болтать не собираюсь начинаем полноценный обзор сейчас продемонстрирую вам ключи вот такие ключи закрыть и открыть автомобиль дистанционное открытие для багажника но жалко что нет электропривода за 2 миллиона сто шестьдесят четыре тысячи рублей как то так вот соната давай добавляй уже электропривод и будет гораздо интереснее вы посмотрите на этот азиатский мотив во всем где-то прослеживаются черты супер немецких автомобилей где-то японских он словно какой-то сложно собирательный образ творческой модели этот автомобиль и самое главное что стоимость не подкачала то есть буквально за полтора миллиона рублей можно купить этот автомобиль в таком кузове это ли не чудо автоторка ленинград и так аэродинамика у этого автомобиля очень хорошо продумано если меня не изменяет память коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0 27 это прекрасный показатель длина составляет 4 9 практически 5 метров без малого но ты не чувствуешь эти пять метров потому что настройка шасси такая тонкая что возникает иногда ощущение что это буквально соляриз на максималках какой-то на стероидах но гораздо интереснее с шумкой с хорошей динамикой с управляемостью ты чувствуешь этот автомобиль внутри и снаружи до такой степени как ты чувствуешь наверное свои пальцы это продолжение тебя по-другому не сказать это здорово и так здесь установлена система без ключевого доступа чтобы посмотрите он распознал открывает точнее раскладывает зеркала вот чтобы закрыть автомобиль сейчас он так открывается ну давай друг что такое сейчас давайте закроем чтобы открыть автомобиль соответственно нажимаете на эту кнопку и он открывается и чтобы закрыть еще раз нажимаете на кнопку и все происходит двери солидные крепкие хорошая однозначно над шумоизоляции работают такое ощущение что это вот же 80 g90 не побоюсь этого слова потому что ты дверные карты вот этого тема мощная солидная под соответственно под руку под локоть все действительно вот этот хват продуман это не одним месяцем продумывали однозначно добавили шумопоглощающие маты и теперь автомобиль едет гораздо интереснее четырехспицевый штурвал давайте присядем жалко что нет доводчиков вот такая классная анимация в общем да посмотрите насколько здесь все продумано экран мультимедийной системы 2 зоны климат-контроль в общем обо всем по порядку чтобы запустить двигатель нажимаем на тормоз и затем один раз вот на эту кнопку старт-стоп так все происходит сен да как видите тахометр в обратную сторону но это ни в коем случае не мешает восприятие этого автомобиля вообще странно конечно видеть автомобили так хорошо оснащенным с точки зрения электронных систем и всего всего что здесь механическая регулировка для руля это конечно рудимент который должен в рестайлинге наверное просто самоизолироваться сама ликвидироваться как-то так в общем здесь такая тема нереально классная кожа приливы в местах хвата правильного хвата здесь еще пожалуйста вам серебрянку добавили якобы под металл на самом деле это пластик но чувство автомобиля премиум класса она вас не покидает в этом автомобиле как бы это даже странно не звучало это здорово здорово подрулевые лепестки переключения передач минус передача ниже и плюс передача соответственно выше shift by wire то есть они отказались так называется технология от джойстика теперь здесь кнопки паркинг нейтраль драйв извиняюсь реверс задняя передача нейтраль драйв и соответственно паркинг вот и все и это удобно классно но оставили обычный гидротрансформатор шести диапазоны хотя я уверен они могли поставить восьми диапазоны для лучшей динамики экономии топлива а лучше девяти диапазоны чтобы быть прям в топе в тренде но пока что имеем то имеем и так в этом автомобиле установлен датчик света и датчик дождя полностью светодиодная оптика как спереди так и сзади эта тема нереально классно видите это такое как бы подметал напыление она дает то чтобы премиум качество так очень что автомобиль представительского класса включаем нашу гирлянду фары противотуманки аварийная сигнализация аудиосистема концертного звучания бус здесь имеется две позиции памяти на сиденье электропривод для складывания зеркал так все бесшумно происходит с обзорностью этого автомобиля полный порядок центральный замок притом имеется световая индикации и он не напрягает ни в коем случае даже если ребенок уснул этот звук будет вполне такой приятный блокировка для стекла соответственно но нет функция автоматического опускания поднимания для соответственно задних стекол они опускаются почти до конца со стороны пассажира и со стороны водителя полностью автоматически стекла вы посмотрите на эти электро регулируемые зеркала как они продуманы они не особо большие не особо маленькие но обзорность идеальная просто идеальная при том тактильное ощущение каждая кнопочка вот каждая мелочь здесь действительно очень хорошо продумано теперь я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля пока не забыл встроенные камеры вот здесь соответственно и здесь все это работает на безопасность допустим включаете вы поворотник так сейчас включу включаете вы поворотник и вуаля пожалуйста камера слева справа все можно мониторить классная штука незаменимая просто сейчас давайте откроем капот и детально рассмотрим экстерьер этого автомобиля здесь надпись боус и здесь соответственно надпись боус поэтому вы не забудете насколько у вас крутая аудиосистема здесь у нас открывание для крышки капота соответственно в стандарте идет семь подушек безопасности в топе 9 панорамная крыша хромированная кантовка дверных рамок антенна видеокулевого плавника вы посмотрите на этот силуэт что в профиль что вам вас просто чарует вас настолько он продуман эти элементы направлены на аэродинамику автомобиля здесь их раз два три четыре пять шесть многие пишут в комментариях я уже заметил о том что это копия задняя часть исключительно копия цивика но я бы так не сказал многие ссылаются на то что якобы дизайнер такой рисует рисует бац на что-то отвлекается уходит и вот эта часть как будто он ее не дорисовал не доделал но как по мне так есть какой-то нюанс и вот этот нюанс он здесь интригует это здорово что он имеется якобы такой срезанный спойлер тоже добавляет спортивности этому автомобилю вот здесь находится камера заднего вида надпись по центру соната датчики парковки и подсветка номерного знака цвет очень красивый скорее всего металлик либо я даже склоняюсь к тому что это может быть перламутр потому что он очень красиво переливается на солнце такие отблески дает нереально классные здесь у нас стоп-сигнал он огромный доступны 16 диски для начала затем идут 17 диски и в данном случае это топовые 18 катки тапочки просто нереально крутые 235 на 45 профиля я уверен что в корее есть супер обвеса на этот автомобиль они должны быть потому что он такой приспортивленный для ряда рынков сбыта есть версия гдай порядка 200 249 лошадиных сил если меня не изменяет память есть еще даже гибридное исполнение но для нашего рынка никакой путаницы больше нет никаких 149 178 168 лошадиных сил все четко и понятно 2 литра 150 лошадиных сил empire распределенный впрыск и 2 и 5 180 лошадиных сил вот и все четко ясно и понятно никто не будет сейчас путаться это однозначно теперь я продемонстрирую вам соответственно нижнюю часть автомобиля как все аккуратно защищено мы с вами посмотрим сейчас сюда встроены камеры и диодные указатели для поворота вин номер сюда рячется у нас дворники различные датчики сейчас попробовал систему удержания в полосе и контроль дистанции действительно вещи интересные но в то же время забавные полностью довериться электронике не могу вот просто не могу и все а так задумка очень даже интересно сейчас я надеюсь что они дорабатывают качество лкп потому что мы дико нуждаемся в этом распробовали действительно мы распробовали эти автомобили и мечтать нужно о немецком авто и о японском а сейчас видимо покупать корейский потому что лучше для этого времени уже не будет светодиодная оптика и притом светодиодные дневные ходовые огни уходят на капот представьте на капот залезают как-то так дизайнеры решили эту фишку раскрыть и у них это получилось здорово как по мне смотреть отсюда они уходят с таким загибом передние датчики парковки имеются и соответственно камера переднего вида с огром эмблемой hyundai достаточно хрома здесь действительно что касается клиренса дорожный просвет 155 миллиметров для нашего рынка сбыта это вполне достаточно для других рынков допустим в корее он составляет 135 миллиметров то есть на 20 миллиметров расщедрились на два сантиметра буквально корейцы теперь рассмотрим переднюю часть а именно подвеску автомобиля установлена защита также как я уже говорил спереди реализована схема макферсон со стабилизатором перечной устойчивости сзади многорычажная схема передние тормоза дисковые вентилируемые задние тормоза дисковые стоят с каждым разом все больше и больше влюбляешься в этот автомобиль вот по-другому никак смотрите как он сияет и торжественно выглядит я думаю можно промахнуть на нем и на гонке вечерком и собственно говоря на какой-то светский раут появиться не стыдно однозначно шина континенталь в принципе они мягкие но я бы поставил еще что-то помягче а может подвеска все-таки настроена на спортивный лад и немножко провоцирует вас такая заборная на я рекомендую брать панорамную крышу однозначно не пожалеете а эмоции будет полная чаша однозначно и так так как конкурентов много на российском рынке у этого автомобиля и вообще глобально дизайнеры должны были что-то сделать из ряда вон выходящего собственно грани это и сделали по технике все подтянули шумку тоже рулежку допилили моторы починили сейчас задиров нет все нормально катает я уверен что 350 400 тысяч этот силовой агрегат должен агрегать даже вот так сказал по-старорусски должен откатать с электронными ассистентами тоже проблем не будет я уверен потому что все блоки которые они используют они проверены достаточно хорошо проверены и в дальнейшем проблем своим владельцам не доставят я в этом уверен это купеобразная крыша купеобразная но нет седан седан к сожалению по объему именно пространство багажника он супер тягаться не может потому что там настоящий трюм здесь такой среднестатистический багажник что-то около 460 литров он выдает вот для семейных покупок в супермаркет еще куда-то прокатиться я думаю хватит вполне да и детская коляска 6 в одном или 10 в одном какой-нибудь наикрутейший трансформер на карбоновых вставках войдет сюда без проблем конечно велик не полезет но если изловчиться и как-то предугадать некоторые желания своей возлюбленные то я думаю все срастется и сладится с этой тачкой однозначно вот стою мне даже как-то приятно что ли стоять с этим автомобилем рядом такие ощущения возникают и не сказать чтобы они сильно перемудрили задней частью я стою вот рядом ими все больше больше он нравится я влюбляюсь с каждым моментом в этот автомобиль с каждым моментом вот такую красоту сотворили в южной корее сейчас я предлагаю рассмотреть подвеску нижнюю часть задняя такие рычаги здесь многорычажная схема и очень тихий выход я бы лучше добавил какой-нибудь раздвоенный супер крутых на супер крутых выхлопных системах и вот здесь как-то еще добавил чтобы было типа как у стингера но сейчас ожидаем kia опять посмотрим что получился за продукт дико интересно протестировать столь прекрасный автомобиль и так в общем хватит болтовни снаружи пора болтать внутри что здесь у нас предлагается в этом ауто корейском динамики аудиосистемы такие сплошные огромные здесь высокочастотные динамики вот эта кожа это тоже кожа правда здесь она вот здесь не такая мягкая здесь с подложкой здесь тоже мягкая претензий нет уплотнитель хороший вещевой бокс педальный узел напольная педаль акселератора как видите система аккуратно прикрытый диагностический модуль оба d и предохранители находятся вот здесь электронный стояночный тормоз функции авто hold отключение для traction контроля антибукс регулирование угла наклона фар регулирование яркости подсветки приборов кстати она регулируется работает замечательно удержание в полосе движения посмотрите какие тонко настроенные дефлектор вентиляции это прям как тонко настроенная душа здорово и электропривод для сиденья соответственно в продольном направлении по высоте верхняя и нижняя часть регулируется они с перфорацией если что не хватает это подпора для голени вот здесь такое расширительный элемент был бы здорово и массажа пожалуй вот я бы еще расщедрился если бы был проектировщиком этого автомобиля на массаж соответственно спинка и поясничный подпор по двум направлениям тоже неплохой развитая боковая поддержка такие крепкие массивные сидения регулируемые подголовники и ремни безопасности здесь соответственно нас подушка безопасности находится шины можно ставить 16 215 на 60 17 215 на 55 и соответственно в данном случае 18 235 на 45 и давление в шинах вин номер сейчас самое главное но ей наверно скажет давай покажи как звучит покажи как звучит 2 и 5 180 был ну давай покажи сейчас все будет итак здесь различные режимы можно совсем поиграть при том как все настроено вот прям немецкий премиум немецкий премиум вырывается это слово такой спорт режим есть затем комфорт и к помогает экономить топлива но собственно сами за себя эти режимы говорят и smart то есть умный режим который под вас подстраивается давайте в режиме спорт вот эта анимация просто киллер фича какая-то для 2 и 5 неплохо учитывая что ограничитель стоит на четыре с половиной по оборотам в режиме паркинга двухпедальный старт я пробовал хорошо удирает от конкурентов обожаю эту приборку наверное в ближайшее время это будет моя самая любимая электронно рисованная приборная панель не считая к 900 прям хорошо здесь добавили не пожалели вы посмотрите хорошо это будет вашем исполнении пускай какой-то лак вы будете думать но на самом деле глянцевый пластик или рояльный лак вот как здесь и вот здесь он продолжается что-то неописуемое просто словами правление соответственно тоже стеклоочистителями вот здесь у нас здесь управление для бортового компьютера общая инфо видимо не доделали общая информация но чуть-чуть вот они бы дотянули до информации но нет не поставили как так а почему общая инфо жалко дальше давайте продолжим рассматривать электронные ассистенты соответственно здесь у нас компас даже есть низкий высокие внимание датчик давления в шинах как видите средний расход сейчас еще автомобиль не прикатали пробег вообще смешной 1232 километра вот и все затем здесь у нас удержание в полосе и дополнительную электронную систему круиз-контроль ограничитель скорости прибавить убавить скорость соответственно и голосовые команды а посредством bluetooth можете соединить телефон принимать звонки а также прослушивать потоковые аудиофайлы вот здесь правление давайте попробуем голосовые команды пожалуйста произнесите команду справка для получения подробной информации об использовании каждой функции отображенные на экране нажмите кнопку микрофона или произнесите название функции навигация для использования функции системы навигации назовите пожалуйста один из пунктов на экране или выберите его напрямую выход распознавание голоса завершено роботизированная конечно тетенька тетя клава такой назовем но со своей задачей справляется неплохо даже здесь надпись босс то есть здесь босс здесь и вот здесь чтобы вы не забывали насколько классное концертное звучание у вас автомобиле 4 спицевая роль я считаю это один из самых удобных и вот здесь он просто восхитителен эта тема тоже интересно обыграна так она идиот и так экран мультимедийной системы он здесь действительно очень хороший здесь у нас сенсор уже так избранные цели широта долгота так все регулируется маршрут вид карты часто посещаемые объекты point of interest добавить в контакты настройка для навигации и так далее затем здесь уж я думаю все понятно ничего объяснять не нужно прекрасно работает так сейчас будем зум использовать по максимуму графика продумана процессор шустрый я думаю какой-нибудь lg наверно стоит так все можно как видите передвигать привязку делать отвязку что хотите затем это меню для непосредственно радио медиа нужно выбрать различные источники соответственно поиск станции основные настройки для непосредственно системы такие как автомобиль проекционный дисплей имеется здесь отображается вся информация сейчас на солнце думаю будет это видно прекрасно это безусловный атрибут бизнес-класса ассистент водителям здесь это же не буду заострять потому что в начале видео я все это проговаривал для вас свет соответственно фоновая подсветка ездил смотрите яркость цвет по желанию пурпурный ярко-красный вал палитра шикарная просто затем это дверь приборная панель комфорт сиденье руль а кстати если я регулирую сиденье он дублирует мне где я регулирую смотрите здорово такое еще не видел напоминает вам подсказчик эдакий подключение для устройств здесь я думаю сопряжение apple carplay и android auto безболезненно для вас пройдет даже человеку возрасте прекрасно с этим справиться вот или человек который не хочет сильно посвящать себя в кадже ты утверждать себя тем что бродит по меню и ничего не понимает язык клавиатура и не с измерением с циркулью посмотрите здесь как здорово продуманная клавиатура вот пожалуйста клава лежит язык общее медиа настройки так затем медиа распознавание речи навигация данная сеть звук насколько помню он вай фай имеет раздавать звук давайте зайдем потому что заслуживает внимания этот бокс звук часом продемонстрирую как все звучит низкие высокие средние частоты так все регулируется и дисплей яркость фильтр синего продумано там как на самсунге фильтр синего так и вот здесь так что отображаться еще навигация классно все сделано мне нравится так сейчас как звучит это так аудиосистема точно не могу сказать сколько здесь ватт но звучит она великолепно так что так 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 вы прекрасно все понимаете сам начал не удержался начал танцевать звучит великолепно вообще претензий нет никаких абсолютно здорово это очень здорово как по мне такие же дефлекторы вентиляции очень классная двухзонный автоматический климат-контроль регулировка для поток воздуха ионизатор фильтр встроенный отключение подогрев для руля подогрев для сидений три ступеньки высокой среди низкая и вентиляция высокой среди низкая для водителя и соответственно для пассажира все работает безукоризненно рециркуляция активация для кондиционера задняя погрев стекла передний отдув авторежим имеется также здесь у нас убавлю немного индукционная беспроводная зарядка для телефона смотрите такой коврик зарядка usb вход для usb соответственно и зарядка обыкновенная глянцевый пластик 2 подстаканника так нажимаем на кнопку view и выходит соответственно камера должна выйти но видимо в этом режиме когда мы стоим она не выходит автохол для соответственно у нас для электронного стояночного тормоза ну вот и все вещевой бокс огромный кожаный подлокотник в продольном направлении спинка регулируется можно еще дальше продолжать унижать переднего пассажира диодная подсветка штатно идет галоген так все светит прекрасно ss тема органа с микрофона для hands-free задняя шторка управления настоящий бизнес класс классно но самый классный и самый непревзойденный момент в этом автомобиле как по мне так это смотрите крыша рубашка от настоящая вельветовая какая-то даже не знаю напишите в комментариях какая рубашкой притом стойки еще никакая алькантара не нужно вот самая добрая самая классная тема которая должна быть во всех автомобилях эта рубашка дефлектор и панорамная крыша друзьям панорама это здорово так она закрывается давайте очень оставим что дети будут довольны до безумия это здорово салонное зеркало заднего вида с авто затемнением в общем обо всем рассказал и еще есть потенциал и желание больше рассказывает так что пересаживаемся на второй ряд сидений берем ключи по подвеске все здорово рулежка классная нужно еще допиливать некоторые моменты но это мелочи учитывая как он выглядит можно даже обжечься все окей с этой тачкой абсолютно второй ряд сидений давайте посмотрим это я бывает заговорюсь и время летит здесь находится детский замок фиксатор два положения чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри принципе такая же философия продолжается и второй ряд преследует эта философия бренда классная шторки механические правда 60 40 соотношений складываются сидушки также перфорированные вставки удобно забираться статьи и подогрев сиденья здесь две ступеньки высокая низкая смотрите сколько места еще у меня настоящий лимузин боковые подушки безопасности здесь такая подсветка тоже диоды классно съедает конечно немного места это панорамная крыша здесь чтобы не полировать потолок такое углубление волосами своей шевелюры но неплохо как по мне очень даже продумано и амбициозно что самое главное дефлектора обдува зарядка юсби вот в принципе все здесь практичный пластик который не царапается его легко помыть откидывать центральный подлокотник два подстаканника но нет лючка для длинномеров три подголовника динамики аудиосистемы обзорность назад хорошая учитывая что есть задние датчики парковки соответственно наикрутейшая камера заднего вида проблем не будет центральная консоль слегка развернута в сторону водителя что является плюсом все вокруг водителя построена и наваливать можно на этой тачке по-пацански действительно и собственно куда-то элегантно подъехать без труда это универсальный автомобиль действительно заслуживает похвалы с моей стороны такие дела лючок бензобака так он открывается это пластик как видите 92 он спокойно переваривает можно ли 95 если хотите гонки устраивать но это автомобиль не про гонки вот вообще ни разу не про гонки понимаете слова совсем он комфортно из пункта а в пункт б вас доставляет вот и все основная задача этого автомобиля он не пускает пыль в глаза вам просто такой какой он есть красивый амбициозный и продуманный и так хитрая система чтобы открыть багажник вот здесь кнопка встроена не все знают об этом так все происходит багажник средненький как я уже говорил чтобы сложить соответственно сидение и вот здесь имеется подсветка так сейчас я свое барахло устрою сюда и надпись даже sonata запаска 235 на 45 18 соответственно это скорее всего должно быть литье домкрат инструменты так да это литье не пожалели я думал будет какая-то докатка либо штампы но все нормально продумано все хорошо но где ручка чтобы закрыть нету ручки как так электропривода нет вот тоже сомнительная тема когда я просто срываюсь с цепи и начинаю сильно критиковать этот автомобиль но как так вот друзья 2 миллиона 164 тысячи рублей отдай а нет электропривода и даже ручки нет он же не закроется как-то просто так также не закроется нет не закрывается стою тоже не закрывается вот что делать а такие дела как бы то ни было прощаешь наверное вот тот момент который стоит понять и простить действительно и забыть сразу же просто закрывайте спокойно со спокойной душой и все нормально будет как по мне и так вот столько здесь пространство при том уютного и продуманного пространства очень рекомендую обратить внимание на этот автомобиль если вы сейчас присматриваете себе бизнес-класс и располагаете суммы в полтора в два очень рекомендую вот вы не пожалеете он вас равнодушным не особо ставит однозначно однозначно центральный замок соответственно электростеклоподъемник здесь такие же электрорегулировки поясничный подпор elada intertrait надпись такая вещевой бокс вот здесь и бардачок закрывается на ключ в принципе вместительность подсветкой должен быть все тем то кожей затем то в кожу дорого и солидно дорого и солидно этот автомобиль действительно меняет мое отношение корейцам с каждым годом они все делают их лучше продуманнее интересней и что самое главное желание для автомобилистов ты делаешь этот образ спокойно ты расстаешься с этой суммы в полтора в два миллиона тоже в принципе на хорошей ноте а не так чтобы ты купил автомобили все-таки через месяц через полтора ты пожалел об этой покупке вот это горечь сожаления она самая страшная на съедать душу это так я это на себе проверил пуш поверьте мне делайте правильный выбор вот что вам нравится что по душе то сразу стоит брать что зацепило как с первого взгляда то самое классный автомобиль как внутри так и снаружи так сейчас пока я не забыл давайте откроем капот и я вам покажу что у нас под капотом 2.5 180 кобыл очень хорошо настроенный здесь тоже у нас камера в боковом зеркале вот они светодиодные дневные ходовые огни тоже продемонстрирую они сюда заходят и вот здесь где-то заканчиваются отблески они все тусклее и тусклее становится здесь очень тусклое азиатский мотив просматривается но несмотря на это здорово открываем капот как закрывается дверь а прям как настоящий запроски бизнес-класс этот звук который сейчас слышите обозначает то что ключи не находятся в салоне автомобиля они находятся со мной вот он mpi распределенный впрыск топлива есть такая система смарт стрим технологии значит горловина омывайки как устроено все аккуратно будьте очень аккуратны потому что можно пролить и на генератор вот попасть в принципе вот на вот эти фишки на провода поэтому лучше с воронкой поставили и со спокойной душой заливаем алюминиевый движок с алюминиевой головой лямбда кислорода и вот здесь впуск и выпуск тоже хорошо продуман в данном случае и есть где развернуться под капотом здесь якобы такой карбон намек на карбон 68 ампер часов батарея стоит то самое нужное для наших российских условий эксплуатации все открывается чтобы приподнять это бы предохранитель здесь также находится короб для воздушного фильтра очень грамотно забор воздуха реализован ну вот в принципе и все что предлагает этот прекрасный корейский автомобиль сейчас претензий абсолютно никаких нет хорошая шумка не летит под капот много пыли и грязи как видите в данном случае все таки летит пробег такой вот здесь грязь но допилят додумают я думаю а так в общем и целом претензий просто ноль рекомендую вам в бронепленку закатать передок и крышу чтобы сохранить товарный вид автомобиля спустя годы и спустя также когда гарантия пропадет она пропадет годы пройдут поверьте мне и об этом нужно думать и заботиться потому что все таки это инвестиции вложения это ваши деньги которые вы когда-то потратили и я надеюсь что этот автомобиль вам принесет максимально положительные эмоции и вы будете рады ему каждый день это самое главное не забывайте об этом на этой ноте давайте заглушим столь прекрасный силовой агрегат так все происходит открываем дверь и гаснет аудиосистема так все происходит в общем автомобиль мне понравился десять из десяти я за сонату однозначно вот других доводов я не могу привести по этому автомобилю поверьте мне я протестировал не одну сотню автомобилей и новых и бу и этот автомобиль меня действительно впечатлил по всем параметрам я очень рекомендую к покупке присмотритесь рассматривайте его на этом все друзья подписывайтесь на канал всем удачи берегите себя всем хорошего настроения и огромной вам удачи 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 удачи